Всем привет! Добро пожаловать на канал Закупыч! И по многочисленным просьбам зрителей купил я в Ленте камин. Вообще, как вы можете видеть, вон он у меня сзади кирпич. И мы раньше из моей полки для книг делали вот так, ее обклеивали и делали декоративный камин. Но в этот раз в Ленте продавался за 2000 вот такой каминчик, поэтому решил-ка я почему бы не сделать как бы настоящий камин. Этот камин электрический, с эффектом пламени, максимальную мощность 1200 ватт и есть режим на 600 ватт, то есть в пол мощности работает. 1200 ватт, конечно, я бы не советовал вам включать в обычную розетку, в тройник, потому что все-таки это слишком большая мощность. Это мощность на уровне обогревателей электрических, которыми помещения отапливают. Поэтому не знаю, может быть это будет и опасно. Но я надеюсь, что он и без обогрева сможет работать, чтобы не обогревать комнату, а просто бы он делал такой декор новогодний, горел. В Ленте цвет только белый был, коричневого цвета вообще нигде не найти. Мы стояли в Ленте, ковыряли там всю эту полку и потом к нам подошел продавец и говорит, что вы ищете, коричневых каминов там нету. Наверное, коричневые камины и так раскупаются нормально, без скидок. А вот за 2000 нормальный каминчик. Здесь у нас написано на коробке то, что 220-240 ватт, 50-60 герц, длина шнура 1,65 метра, два уровня мощности 600-1200 ватт, площадь обогрева 15 квадратных метров. 15 квадратных метров это даже моя комната, наверное, да. Это достаточно большая площадь. Защита от перегрева, эффект пламени и, наверное, все. Homo Club Family Center сделано. Товар сертифицирован, сделано в Китае. Импортер лента. А, то есть по заказу ленты сделано Санкт-Петербург. Дата выпуска 06.16. Гарантийный сурок службы 1 год, вес 3,5 килограмма. Да, достаточно тяжеленький он такой. Опа, жалко, конечно, что он белый. И не вписывается в кирпич. Ага. И здесь у нас вот так все вынимается. Опа, баньки. И вот так он там стоял, каминчик. И вот в комплекте, кстати, в коробке валялась еще инструкция. В инструкции написано камин электрический GDTFP1200A модель, фирма. И вот они, переключатели. То есть, один переключатель просто включить. Он, по идее, должен просто гореть. Второй переключатель мощный 600 Вт. И еще один переключатель 1200 Вт. Ну вот и все. Распаковал я, значит, наш каминчик. И вилка здесь, как можете видеть, европейская. Все нормально. Здесь у нас наклеечка не накрывать. То есть стекло будет греться. Так что к ней лучше ничем не прикасаться. И эту наклеечку можно отклеить. О, наклеечка прям так сильно наклеена. О, надо будет отмыть еще ее. И да, сверху я уже вижу, вон там виднеется радиатор. То есть, который сам по себе будет греться, как в батареях масляных. Или не знаю, есть ли там масло, скорее всего, просто какой-нибудь конвектор. Конвектор. Не знаю, короче, что там внутри. Здесь у нас Homo Club Family надпись. Вообще все выполнено в таком стиле, как бы, не знаю, римском. Вот такие колонны. Это у нас, по-моему, металл. Да, это какая-то жестянка. И сзади, вот он, наш шнур выходит. Три переключателя. Включить 600 Вт, 1200 Вт. И что-то написано. Камин электрический, модель. Все характеристики для бытового использования. Дата выпуска сделана в Китае. NIMBA J Trading Company Limited. О, то есть, все как надо. Это я отлеплять не буду. И, как вы можете видеть, сзади есть еще вентиляция. То есть, вплотную к стене его, наверное, нежелательно вставить. Здесь у нас все на таких вот саморезах крепится. Или, возможно, это болты такие. О, еще есть возможность, как вы можете видеть, здесь снизу, вот, можно провести розетку. То есть, если у вас розетка спереди, то сюда ее, хопа, заложили. Сюда можете и шнур спрятать, или же, например, куда-нибудь спереди, включить в розетку его. Здесь еще тоже вентиляция. Нам вообще надо знакомиться с инструкцией. Сейчас я ее почитаю, расскажу вам поподробнее обо всем. И вот такие, кстати, поролоновые ножки. Не резиновые, а на поролоне. Ну что же, изучил инструкцию. Основные мысли инструкции таковы. То, что нужно использовать его в соответствии с характеристиками, которые указаны в сети. Потом протирать его просто чуть влажной тряпочкой. Обязательно его чистить каждый раз, перед тем, как убирать и использовать. Камин должен работать 90 сантиметров от стен со всех сторон. То есть, лучше его не вставлять никуда, в какие-нибудь там помещения. Ну, не знаю, возможно, я смогу включить без обогрева, и тогда куда-нибудь вставить в наш камин, так сказать, импровизированный. Но вообще, если он обогревает, то есть, его нужно держать 90 сантиметров от стен. Также написано, что при первом запуске у него может быть какой-то треск или неприятный запах. Но это понятно, типа краска там что-то облазит и так далее. Так, ну что? Я вроде как готов. Камин включил в розетку. Отставил от стены. Конечно, недостаточно далеко, чем надо. Но на 1200, я думаю, мы его не будем включать. Давайте сейчас я просто его включу. Первая клавиша просто включения без обогрева. Вау! Блин, да это офигительно! Это просто офигительно! Ну, наверное, вот так мы и будем пользоваться. Обогрев нам не нужен, у нас в квартире и так топит очень сильно. Но выглядит вообще шикарно. Вы только посмотрите. О, давайте я выключу свет. Все, выключил свет. Сейчас у нас горит только елочка и гирлянда. И посмотрите. Это же просто шикарно. Кое-где, конечно же, он просвечивает. Давайте я вам сейчас покажу. Сниму вас со штатива. И вот здесь он снизу чуть просвечивает, вот как можете видеть. Вот. И сзади он просвечивает тоже свет. Откуда-то льется из него. Наверное, подсветка где-то. Ну, а так вроде норм. И посмотрите, какая милота. Вот так каминчик. Если его подставить еще под елочку. Значит, вот так елочка горит. Здесь у вас каминчик горит. Ну, просто шикарно же. Не хватает только мне это самое, кресло-качалки. Ну, стоит дорого. Я смотрел себе 12 тысяч денег, жалко. Да, ну, по первым ощущениям, это просто офигительно. Так, ну, а теперь давайте попробуем режим обогрева. Правда, мне что-то страшно. Надеюсь, тут ничего не взорвется сейчас. О, заработали вентиляторы. Кстати, вентилятор дует до сюда, в лицо, на камеру. Так что, боюсь, сейчас звук может быть плохой. Поэтому я вас чуть-чуть отодвину подальше. Ну, да, получается, он дует сюда, на вас. То есть, обогрев идет вперед. Лицевая сторона греется. Ну, да, кстати, прям так жарко стало, тепло. Так что, никакого ванизма я пока не чувствую. В любом случае, обещают в Новый год, не знаю, минус 33, правда ли это или нет, вот можно будет им отапливаться. А, и, кстати, нельзя им пользоваться на улице. То есть, только в домашних условиях. Ну что, наверное, я могу сделать вывод, что за 2000 рублей это просто отличный подарок. Вообще, не знаю, кому-либо, вообще, кому угодно можно дарить такой подарочек. И, тем более, их там много. По сравнению с экшн-камерами, я еще и экшн-камеру купил за 1400, будет обзор на канале. Ну, как бы, экшн-камеры оставалось только две. Представляете, за неделю разобрали там больше 100 штук. Поэтому я предпоследнюю забрал. А каминов там было много, еще штук 30 лежало. Не, ну, вроде ничем не воняет. Единственное, что слышен, шум вентилятор. Вот здесь, я думаю, вы будете слышать. Кстати, вот он стоит у меня на деревянном подносе. Поднос вроде не горячий, то есть, здесь ничего горячего нету. Ага, отсюда он берет холодный воздух. Да, здесь он, по-моему, воздух всасывает сзади. Да, сзади он воздух берет, потому что он здесь холодный такой. То есть, здесь тепла нет. Ну, тут чуть-чуть внизу он тепленький. О, и здесь он вдувает воздух у себя. А, отсюда он, о, выдувает воздух. И здесь прям жарко. Ну, стекло, кстати, холодное. Горячее только вот вверх. Короче говоря, это маленький радиатор, который через себя всасывает воздух сзади и выдувает его вперед. Ну, что, Валюха, идите зацените. Я считаю, что это огромный плюс, то, что можно им пользоваться, не включая обогрев. Вот сейчас стоит на полмощности обогрев. Не, стекло, кстати, не греется, греется этот самый верх. Текло. Верх греется, он дует сверху. Ребенок, отойди, ты камеру закрыл. Ребенок закрыл камеру. Отходи. Ну что, как тебе? У нас теперь вообще прям дом берлога. Так, пришла кошка понюхать его. А еще пахнет пирожками, жена сейчас пирожки готовит. Прям с камином. Можно включать какой-нибудь фильмец. Я рада, что я тебя уговорила. Да, я не хотел до последнего. Спасибо вам, подписчики. Да, кошка тоже в шоке. Мил, мисс, как тебе камин? Да, надо обязательно следить за тем, чтобы в камин не попадали никакие посторонние предметы, потому что через вытяжку или вдув, или выдув может попасть туда какая-то шерсть и так далее. О, все, теперь тут кошка будет. С милашкой наблюдать за камином, да? Не, ну на полмощности сейчас работает нормально. Я не знаю, 1200 что-то с нашей проводкой. Но сейчас работает на 600 ватт, 1200 ватт, и что-то, мне кажется, слишком сильно включит в нашу проводку. Я когда бойлер включаю, кстати, у меня есть независимый бойлер, у нас бывает счетчик выбивает, то есть проводка не справляется. Сейчас ради эксперимента включил режим 1200 ватт, и, кстати, дует он намного сильнее, шумит чуть-чуть погромче, чем 600. И прям сухой воздух чувствуется, прям горячий сухой воздух выдувает из себя. А так ничего, ничем. Не знаю, горелым не пахнет, все нормально. Ну что, теперь надо его внедрять в нашу полку, и смотреть, как он будет смотреться в полке. Ладно, мы будем что-нибудь сейчас мастерить с полкой с нашей, возможно, будет просто еще один новогодний выпуск влога, влог новогоднего настроения, где мы будем показывать камин и так далее. Еще украшения едут из Китая, с Алиэкспресс. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего новогоднего настроения. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок